Наверное, пожелала бы себе легкости, воздушности и гораздо проще относиться ко всему и не акцентироваться. А еще счастье, конечно же. Спасибо большое. Татьяна Челкова, что бы вы пожелали себе через 10 лет? Добрый день, уважаемые жюри и гости. Через 10 лет я, наверное, бы тебе пожелала больше уверенности, хорошего воспитания своих детек, больше вкладывать в них, в себя, в свое творчество, развиваться. Дальше. Спасибо, Татьяна. Спасибо большое. Я чуть-чуть подниму стойку, потому что девчонки подходят и начинают вкланяться. Все, разобрались. Итак, встречаем под аплодисменты, участников по номерам 3, Виктория Ильякова. Что бы вы пожелали себе через 10 лет? Пожелала бы себе, чтобы были близкие, равные, всегда рядом. Небольшое чувство различия сразу же пришло. Любите жизнь, цените счастье. Она рождается в семье. Что может быть ее дороже на этой сказочной семье? Замечательно. Замечательно. Практически молодцы. Номер 4. Анастасия Кадышникова. Я даже не знаю, честно, даже еще подумать не успела. Видимо, блондинкам свойств нет. Ну, а так вот у меня одно желание, большую, крепкую, полноценную, здоровую семью. Вот, чтобы были всегда рядом, окружали только вот, ну, свои, скажем так, все самые-самые, в общем, драгоценные, милые, добрые люди были рядышком. Все, всем были здоровы. Спасибо большое. Замечательно. Очень доброе, хорошее пожелание. Да, мы встречаем Олесю Цурган, и она нам сейчас ответит, что бы она пожелала себе через 10 лет. 10 лет, на самом деле, это совсем чуть-чуть. Я себе желаю и своей семье крепкого здоровья, чтобы мы всегда были рядом, были вместе, поддерживали друг друга, помогали, где словом, где делом, счастья и любви вам. Номер 6. Екатерина Белая. Что бы вы пожелали себе через 10 лет? Здравствуйте. Ой, 10 лет, на самом деле, это не так уж и много. Если конкретно заглядывать вперед, наверное, я бы пожелала себе попроще относиться к каким-то трудностям, с которыми сталкиваешься в воспитании детей. Больше времени уделять себе, не забывать о себе, наверное, это очень немаловажно. Чаще отдыхать, гулять на свежем воздухе. Спасибо большое. Александра Баймакова. Ваши аплодисменты появляются на сцене. Что бы вы пожелали себе через 10 лет? Всем здравствуйте. Себе бы я пожелала через 10 лет оставаться такой же активной, позитивной, целеустремленной. Еще больше времени посвящать и уделять своей семье. И любить. Любовь спасет мир. Спасибо большое. Давайте послушаем, что себе пожелает Алена Усманова через 10 лет. Добрый вечер. Я желаю себе добиться всех намеченных целей. Что бы все мои мечты исполнились. Целей добиться. Также взаимоотношения и понимание в семье с своими близкими, родными и в первую очередь с своими детьми. Спасибо большое. Кто думает, что последним девчонкам будет проще, да? Чтобы вроде как подольше подумать. Номер 16 Наталья Медведева. Сюрприз от Дениса Системы. Итак, номер 16 Наталья Медведева. Спасибо за сюрприз. 10 лет это много или мало. Оставайся такой же добрый, ласковый, любящий детей. Это твое призвание. Будь с собой. Номер 15 Ирина Лобанова. Всем здравствуйте. Что себе пожелать через 10 лет? Быть любимой, любить себя, быть лучшей везде, всегда и навсегда. Спасибо большое. Номер 14 Анастасия Чиповская. Настя, что бы пожелала себе через 10 лет, да? Всем добрый вечер. Себе, себе. Я не могу говорить только о себе. Я могу говорить только о своей семье. Мы одно целое. Мы давно одно целое. Я не могу желать только себе здоровья. Здоровья тому, этому и всем любить. Я желаю здоровья всей нашей семье. Я очень люблю свою семью. Ну и пожелаю себе дочку. Замечательное пожелание. Номер 13 Ольга Стунова. Всем добрый вечер. Что я хочу пожелать через 10 лет? Хочу, чтобы моя семья была рядышком с другом. Сюда. Саморазвитие. Чтобы преодолеть все свои страхи, все свои эмоции. Чтобы как-то скрыть, научиться вот этому всему. Ну и самое главное, здоровье. У нашей молодой медики, у Ирина, да. Очень молодая медика. Номер 12. Номер 12 Наталья Ерембеева. Спасибо зрителям, что сегодня пришли посмотреть на нас. Когда-то, 12 лет назад, обычный инженер-конструктор не думал, что будет работать со своим мужем. Когда-то, 7 лет назад, инженер-конструктор не думал, что будет писать картину. И 2 месяца назад, этот же инженер-конструктор не думал, что будет на этой сцене стоять и благодарить вас за то, что вы пришли. И все это благодаря поддержке моей семьи. Поэтому, кем я буду через 10 лет? Главное, не останавливаться на достигнутом и быть со своей семьей. Спасибо за поддержку, мои дорогие. Спасибо. Убедительно. Номер 11 Мария Чернышева. Всем добрый вечер. Я бы пожелала себе все, что сейчас у меня есть, чтобы это все умножилось на три. У меня есть один свиночек, чтобы у меня стало трое детей. Чтобы я всегда росла, развивалась, вместе с тобой развивалась моя семья. И через 10 лет хочу увидеть своего сынишку не плацать на сцене, а таким уже подростковым очком. Всем спасибо. Обязательно. Итак, номер 10 Наталья Харламова. Здравствуйте. Через 10 лет на самом деле я себя вижу такой же молодой и энергичной. И желаю, чтобы этот заряд не пропадал, пока идет этот период. Также еще желаю себе идти вперед, не оглядываясь назад. Спасибо. Ну и номер 9 Валентина Владимирова. Добрый вечер. Ну что я пожелаю себе через 10 лет? Желаю бодрости всегда и человеческого счастья. Пожелаю радости душевной, ну и успеха в жизни посетенной. Здоровья крепкого всегда. Ну и не падать духом никогда. Ну и вырастить достойного ребенка. Спасибо большое. Конкурсантки, я считаю, отлично. Встраивались способные задачи. Релиз, ты через 10 лет... Что?